В Саратовской области возбуждено уголовное дело по фактам нарушений при расселении аварийного жилого фонда. Пока неназванным чиновником мэрии инкриминирует часть первой статьи 293 УК РФ «Халатность». На сегодняшний день в нашем городе насчитывается почти 400 разрушающихся зданий, которые до сих пор не получили статус аварийных. Таковы данные, которые по итогам проверки публикует областная прокуратура. Если взглянуть на историю вопроса, то программа переселения в регионе хромала на обе ноги. Петербургский экономический форум 2019 год. Область обязуется досрочно разобраться с халупами, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. Те планы, которые они взяли досрочно на себя расселить там 157 тысяч квадратных метров, я думаю по плечу. Они справятся с этим, но мы берем на себя обязательства, после того, как они перед нами отчитаются, в дальнейшем дальше и финансировать. С пятилеткой за два года не вышло, хотя на реализацию программы деньги выделялись. Речь шла о миллиардах рублей. Существовала и альтернатива госпрограмме. Как немой укор местным властям дом на Вольской 135. По данным сайта областного Минстроя, жильцы съехали отсюда всего пару лет назад. А ведь квартиры они могли получить еще в 2015 году. К нам еще квартиры уже показали. А что же случилось? Показали голые стены сначала. Мы, значит, согласились. Потом уже отделанные квартиры показали. Поехали, посмотрели, уже отделанные. И все на этом. Осталось только нам документы подписать. Почему нам не дали, я не знаю. Они начинают только каких-то 35 метров надо на аукционе продавать. В общем, все везде одна отговорка. Одно вранье. Ходил ли, я лично ходила на прием к этому губернатору. Он мне в глаза сказал, вот как я вам сейчас говорю, что Новый год вы будете встречать в новых квартирах. То есть в декабре месяце нам вручат ордера. Это в прошлом году было, да? Зачем? Вот я в июле месяце, в июле месяце мы у него были. 3 июня были. Декабрь месяц, даже и не вспоминают. Ходили опять к нему, хотели записаться, нас к нему не записывают. Говорит, вы уже раз были, хватит. На нас берет инвестор. Нам не надо, чтобы искать деньги для того, чтобы нам выдать жилье. Потому что администрация, как говорит, она денег у них, видите ли, нет. Инвестор нас берет за стройщик строить. Почему ему не отдают это место, я не знаю. Чем оно так проклято или такой уж лакомный кусочек, что его никому не отдают, не знаю. Суть частной инициативы заключалась в том, что инвестор безвозмездно предоставляет собственникам ветхих домов жилье аналогичного метража. А власти безвозмездно передают строителям освобождающиеся после сноса землю. Впервые идею, авторами которой были депутаты облдома Сергей Курихин и Леонид Песной, озвучили еще в 2014 году. Но до воплощения ее в жизнь так и не дошло. Расселять жильцов дома на Вольской пришлось за счет бюджета. В новую программу, которую обещают завершить к 26-му году, включили 592 многоквартирных дома. Первый этап обещают завершить до конца этого года. К этому сроку под снос должны пойти 70 домов в Саратове. В некоторых из них уже сейчас проживать небезопасно. Хорошо знакомый нашим зрителям дом на Брянской 32. Несколько лет назад здесь рухнул лестничный пролет. Сейчас крошится фасад. По соседству собрат по несчастью дом на Брянской 34. Жительница этой общаги недавно потребовала привлечь к уголовной ответственности бывшего мэра Михаила Исаева. Здесь прямо в подъезде людям намекают, не ждите беды, перебирайтесь во временное жилье. А в этом доме на Заречной 27А в начале апреля произошло очередное обрушение. К счастью, никто не пострадал. Сейчас собственники распродают оставшееся имущество, но кого-то состояние здания не пугает. В одном из окон виден свет. По факту обрушения, кстати, тоже возбудили уголовное дело. Но каковы его перспективы? В Саратове уже который год тщетно пытаются расследовать уголовное дело по фактам нападения бродячих собак. Ни один чиновник до сих пор не привлечен к ответственности за предоставление земельных участков без коммуникации многодетным семьям. К перспективам строительства домов для переселенцев тоже вопросы. По данным мэрии, город закупил 360 квартир в домах по 2-му Азовскому проезду, 11-м микрорайоне и микрорайоне Зеленая горка. Львиную же часть жилья, более 1200 квартир, еще только предстоит построить. Какие-то работы уже ведутся, но далеко не везде. На Южно-Зеленой в заводском оградили пустырь, за ним техника, забивают сваи. Недалеко оградили еще один пустырь, туда тоже завезли технику. Ну а площадка рядом пока пустует, ее даже не расчистили под строительство. Правда, время еще есть. Так что переселенцам остается только надеяться, что Саратов в очередной раз не провалит важнейшую государственную программу.